собран рекордный урожай в этом году на фоне вот этих всех сообщения каких-то голодных временах и так далее это очень хороший я считаю сигнал верно ли это и суда сли его сохранить приумножить знаете это абсолютно верно и я скажу такую историю уже девять лет назад я пришел работать в правительство нижегородской области в качестве вице-губернатора и с того времени 7 лет курировал сельское хозяйство и все прекрасно знаю что там происходило и происходит вот первый год когда я пришел ко мне ну буквально едва ли не ежедневно приходить или руководить руководители сельхозпредприятий говорили если вы нам не окажете какую-нибудь поддержку завтра помрем завтра закрывается завтра я вырезаю всю скотину завтра мне нечем пахать это это была вот такая общая из естественная картина что сегодня происходит сегодня тоже приходят руководители сельхозпредприятия не говорят так нам нужна более современная техника нам нужны дополнительные кредиты потому что мы строим современный комплекс роботизированной нам нужны современные комбайны и так далее там нам не хватает земли который зарастал у нас на сегодня не хватает земли потому что идет борьба за каждый клочок земли то о чем мы мечтали и в целом хочу сказать те же вот там порядка десяти лет назад дотации на сельское хозяйство были гораздо больше нежели налогов поступало от всего комплекса сельскохозяйственная то есть это было планово убыточная отрасль и говорили но это же нормально это же продовольствие безопасность и так далее вот несколько но уже точно там 10 лет мы ведем очень системную да даже побольше на самом деле побольше очень системная работа по поддержке сельского хозяйства выбрали направление значит главное направление учитывая характер наш земель у нас это не черноземы неполдородные куванские земли до животноводцы и молочные производства одно из главных направлений и все ресурсы вкладывали максимально в поддержку этой отрасли и в целом достаточно серьезные ресурсы где-то у нас на протяжении все это времени 5 6 миллиардов рублей мы ежегодно вкладываем виде различных форм поддержки что мы сегодня имеем да мы пора за это время удвоили объем зерновых просто удвоили когда-то мечтали об одном миллионе тонн зерна сегодня мы получили 1 и 7 десятых миллиарда миллиона тонн зерна это первое мы постоянно ежегодно увеличим объем молока которому сегодня обеспечено в полном объеме мясом еще не в полном объеме на мясом свинины мясом птицам и обеспечено в полном объеме и даже избыточные производства то есть совершенно другой уровень более того хочу сказать о том что сегодня налогов поступает бюджет в три раза больше нежели мы оказываем помощь то есть это уже не какая-то социальная помощь не убыточное направление это самодостаточное эффективное направление экономики которые уже значительной степени формирует в том числе и бюджет нижегородской области и меня радует знаете не только рекорд это не рекорд каждый год у нас практически рекордный урожай нет но сельском хозяйстве на следующий год может быть там какая-то засуха и не быть рекордов но мы имеем сегодня системный подъем системное увеличение объемов сельского хозяйства это реально системное увеличение заработной платы у нас неплохая заработная плата сегодня сельском хозяйстве есть предприятие в которых заработная плата доходит там 60 средний зарплат 60 70 тысяч рублей в среднем по предприятию не отдельная категория сотрудников поэтому меня радует откровенно мы сегодня преодолели вот все эти кризисные явления проблем еще достаточно и всегда будет достаточно проблема в первую очередь развитие сельских территорий очень важны существует федеральный программ существует региональный программ и меняем облик села реально меняем но темпа нужно увеличивать темпы и уже не удовлетворяет просто наличие квартиры просто наличие дороги наличие клуба нужно вся гамма социальной поддержки для молодежи очень важны возможности для отдыха сферы образования уже интересует не просто наличие школы а какие педагоги какой уровень образования все уже об этом задумывается поэтому здесь нам конечно еще очень многое нужно делать для того чтобы уровень жизни на селе он соответствовал но приближался вот к возможностям городского уровня по-другому это задачи нельзя будет решать постоянно будут притоки молодежи в город если мы не создадим условия то есть хорошие современные сегодня рабочие места это очень важно но они не решают всю гамму проблем нужно создавать окружающую среду социальную среду образовательную среду культурную среду и эту задачу нужно еще все более интенсивно конечно же решать но движение идет движение хорошее правильно поэтому важно не то что мы вдруг раз и получили рекордные урожаи так карт сложились нет это результат системной поддержки сельского хозяйства и мы знаем что будем продолжать эту поддержку это требование времени отлично спасибо